Всем привет, друзья! Сегодня один знакомый привез автомобиль на техническое обслуживание, которое он приобрел буквально день назад. Как вы видите, это Нива Шевроле, уже рестайлинговая, в пластиковом обвесе, и сегодня хотел бы поговорить, на что нужно обращать внимание при покупке такого автомобиля именно в пластиковом обвесе. Для вас не секрет, что Нива Шевроле так себе справляется с коррозией, и самые проблемные места у нее это пороги, задние арки и места под задними фонарями. И если на старой Ниве Шевроле все проблемные места не закрыты никаким пластиком, и все это можно без проблем увидеть, и уже поэтому принимать, например, решение уже о покупке такого автомобиля. А вот уже на Нивах с пластиковым обвесом Бертон могут быть проблемы. Как вы понимаете, со временем под этим пластиком скапливается конденсат, скапливается влага. Это способствует очень быстрой коррозии металла. В нашем случае автомобиль неплохо подготовили, если смотреть на него с расстояния 2-3 метра. Он выглядит, в принципе, довольно-таки прилично, и поэтому владелец и купил этот автомобиль, так сказать, глазами. Но если разглядывать все-таки получше и заглядывать под пластик на порогах и на все остальные проблемные места, то мы можем увидеть вот такое. Как вы видите, ржавчина, коррозия, все это присутствует в полной, так сказать, мере. А что же с проблемными местами, которые находятся прямо под задними фонарями? А все то же самое, здесь все покрашено. Как видите, даже края неровные, то здесь уже есть, скорее всего, сквозная коррозия, замазана шпаклевкой и покрашена сверху. Это можно понять по капле, которая свисает с металла, и по неровным краям самой детали кузова. Такого быть, в принципе, не должно. Кстати, и задние арки здесь, скорее всего, тоже ремонтировались, потому что даже видны следы краски на пластиковом обвесе арок. Кстати, как вы видите, так получилось. Смотрим мы автомобиль уже в темное время суток, но, тем не менее, все эти проблемы по кузову можно легко увидеть. Смотрим дальше, и в подтверждение подкраски автомобиля видим краску везде, практически на всех резинках, вокруг кромки стекла и так далее. То есть, скорее всего, здесь также была коррозия, которую просто-напросто закрашивали и плохо заклеили стекла. Как видите, практически на каждой резинке есть следы краски. Ну и самое главное, если вы рассматриваете автомобиль не у Chevrolet уже с пластиковым обвесом, и пороги вам не представляется возможным увидеть, как положено, поэтому достаточно легонечко, так сказать, постучать по этому пластику, и все сразу станет на свои места. Как в нашем случае, как видите, просто-напросто осыпаются остатки порогов. Такая же проблема и с дверями, не то же закрытый пластиком. Казалось бы, по задумке такой пластик должен защищать кузов от царапин, от сколов и так далее. И, конечно же, он с этим справляется, но при этом под этим пластиком начинает гнить сам кузов. Выход здесь такой, если вы купили такой автомобиль и все-таки кузов у него еще не покрылся коррозией, не начал гнить, лучше снять весь этот пластик, хорошенько там все обработать антикоррозийными составами, а потом уже ставить пластик на место. Так что при покупке, друзья, обязательно проверяйте, в каком состоянии кузов автомобиля под пластиком. И это, кстати, касается не только Нивы Chevrolet. На этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал. Всем добра. Всем пока.